Усиленные меры безопасности ценой в сотни тысяч долларов. Нардеп Антон Геращенко пересел в бронированный микроавтобус после неудачного покушения на его жизнь. Сколько нужно выложить на такой тюнинг и все ли сходится с декларацией в следующем сюжете. Пули непробиваемый Volkswagen Multivan удовольствие не дешевое. По подсчетам специалистов за тюнинг микроавтобуса придется выложить до 5 миллионов гривен. Происхождение бронемашины и средств на такое усиление мер безопасности советник главы МВД прокомментировал так. Но в декларации борца с коррупцией ни слова о бронированном Volkswagen. В графе транспортное средство два Hyundai 2016 года выпуска и те записаны на тесте. Усилить меры безопасности Антон Геращенко решил после покушения на него в начале года. Тогда спецслужбам якобы удалось предотвратить аттентат и схватить киллеров на месте. По словам Геращенко, ниточки тянутся в Кремль. Следователи считают, что на 99,9% террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации. Но позже заявление своего советника в ведомстве министра внутренних дел опровергли. Антон Геращенко никакого доступа до материалов расследования не отримал. То есть это была его личная думка? Так точно. Месяц спустя также оперативно силовикам удалось спасти коллегу фронтовика по коалиции Алексея Гончаренко. Тогда похищенный оказался наживкой, а силовики успешно предотвратили якобы готовящиеся на него покушения. В обоих случаях киллеры были арестованы. Чего не скажешь о деле погибшего журналиста Павла Шеремета. Его смерть силовикам предотвратить не удалось. Убийцы на свободе, а расследование в тупике. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности. Телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok